представляться повторно не буду много значит еще раз кто не знает меня повторяю агроном виноградар 49 года выпуска 69 года выпуска последние 20 лет работы главным агрономом крупные крупной агропромышленной фирмы таврия после выхода на пенсию консультант этой фирмы ну что будем надеяться что виноград в каждом хозяйстве зиме подготовлен так какие были возможности у конкретного хозяйства подготовить его и собственно что-то серьезного изменить уже за оставшиеся месяцы зимы вряд ли что даст и будем откровенными но хочу предупредить то что если и будут в оставшиеся месяцы зимы такие водные явления как наледи вледенение когда провода и лоза и все влияет ни в коем случае не затевайте спасение винограда от льда оббивать лед на лозе есть у нас производственные опыты серьезные крупные большие на тех участках где старались спасать вроде бы виноград где оббивали лед только намного больше повреждений винограда дело в том что обледенение происходит при не слишком сильных заморозках на границе плюсовых и минусовых температур это очень быстро опадает и виноград не получает никаких заметных повреждений вы видите что зима в этом году оправдывает предсказания наших метеорологов которые обещали нам температурные качели именно где-то возле значения нуля градусов так она есть и вот сейчас январь месяца положительной температуры когда такое было ну что не будем расслабляться дело в том что эти же метеорологи нас предупреждают что где-то в середине февраля месяца будет ожидается прорыв холодного воздуха больших масс холодного воздуха северо-запада с европейской части и на украину и до линии одесса запорожье харьков может быть прорыв холодного воздуха с температурой до минус 30 градусов посмотрим сколько на будет минус 30 или минус 25 но вы знаете что каждый год у нас февраль если какие-то пакости и зима подчиняет нам виноградарям то именно феврале месяце поэтому не расслабляемся ждем февраль и ждем как говорится во все оружие хотя винограднику сейчас вряд ли чем можно будет серьезно помочь а вот чем можно будет помочь с осени следующей осени мы поговорим с вашего позволения на этом вебинаре так а теперь как только пройдут холода конечно каждому важно знать особенно кто попал под низкой тем значительной низкой температуры хотелось бы знать что же осталось на виноградных кустах на какой урожай рассчитывать ну тут можно кто сам может сохранность глазков определить кто воспользуется услугами ближайшие лаборатории я сейчас не знаю где они уже сохранились но по меньшей мере в институте таирова естественно есть есть лаборатория старая виноградовская лаборатория одна из старейших в агрофирме таврия можете прислать при наличии новой почты при наличии электронной почты у вас это сделать сейчас очень просто дамом реквизиты старейшие наши архим лаборатории сейчас они будут вот здесь на слайде запишите пожалуйста лаборатория ара фирмы записывайте телефон и созванивайтесь договаривайтесь при таких приуратностях с погодой при таких колебаниях около плюсовых значений и даже на плюсовых значениях не следует забывать о возможной провокации наших виноградных посадок ранними потеплениями когда прогревается лоза проживается земля и начинается сокодвижение плач винограда в этом случае в этом случае так 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 понятно советы дает в этом случае надо помнить что прогревание одной только лозы еще не в состоянии вызвать плач винограда ли сокодвижение а вот когда прогреется уже и почва корни то это возможно но при этом следует помнить что корни у нас уже даже трехлетний виноград распространяется на всю площадь междурядия каким образом уменьшить прогрев почвы но тут только у кого что уже есть в наличии рыхлая земля меньше проживается вы понимаете если у кого замульчирована пленкой что редко бывает если у кого замульчированным растительным материалом это уже хорошо у кого под стриженным газоном под мучей это наилучший вариант во многих случаях к этому еще стоит возвратиться даже специальных вебинарах это все вы понимаете что если возобновиться сокодвижение то потом уже даже какой-то ночной заморозок 5-7 градусов краткосрочный будет повредить камби именно самую чувствительную часть виноградного куста и если он будет поврежден это камби то собственного куста такого же не будет ну только надо помнить в этом случае что тут еще зависит не столько морозостойкости со сортовой морозостойкости сколько того насколько хорошо вы злели лозы и очень виноградная кусты перед уходом в зиму насколько долго висел виноград на них не убранных не убранные сколько там висели вообще не убираемой грозди которые больные насколько рано заморозок ударил виноградный куст могли виноградный куст зеленым листом отдохнуть после уборки урожая что очень важно короче говоря причин очень много и просто их надо с осени не допускать хотя это пора каждый знает такая что не знаешь за что ухватиться что успеешь сделать а что и просто уходит в зиму так как она получается но если вы получите результаты эмбриональной плодоносности глазков на ваших кустах и там результаты будет не очень приятными для вас я советую не опускать руки потому что во первых в этом году от судя по таврийским виноградником при высоком урожае при очень жестоких летних условиях тем не менее закладка очень высокая это даже трудно объяснить таких условиях но есть она но если даже там у вас закладка низкая советую не сокрушаться не пускать руки дело в том что виноградный куст очень пластическая культура растения и в состоянии очень многое восполнять если созданы элементарно нормальные условия для роста развития я например могу привести вам пример когда было у нас мы определяем несколько раз за год потенциальную плодоносность чтобы знать насколько мы винзовод обеспечим продукцией то перед даже после весеннего после раннего цветения после цветения виноградных грозей мы определяли и закладка урожая была настолько невысокой но эти это 30 35 процентов ожидаемого урожая но тем не менее нормальный ход нормальный год позволил нам получить полностью плановый урожай за счет того что увеличились грозди увеличились ягоды и так далее и тому подобное куст полностью восполнил то если он был недогружен до уважаемые коллеги прошу вас просить меня за то что я очень быстро вынужден говорить потому что потеряно много времени и не хочу использовать вреде эксплуатировать зря ваше время так продолжаем дальше по ходу дела сразу сокращаю выбрасываю целые разделы потом лучше обратимся вопросах так ассортимент винограда размы затронули тут вопрос уже о том насколько сохранился ассортимент винограда дело в том что не дело в том и прекрасно знаете что наша страна украина можно гордиться тем что красиво винограда сортов очень много как ни у какой другой страны но это в основном формы называемая формы не устоявшиеся формы винограда это еще не сорта многие из них изменит урожайность но изменит размеры гроздей и так далее будет забракованы но тем не менее это большой запас материала из которого с годами обязательно выкристаллизуется хорошие сорта вы видите пример лоры которая из любительского ассортимента взята уже под опеку душу следовательского виноградовского института также и может быть и с виноградными сортами но при этом следует поразмыслить нам вот о чем смотрите наши покупатели очень требовательны стали к нашему винограду и подаваем тот подавай другой сегодня один завтра другой надо им большое надо им крупные надо ярко окрашены и так далее и тому подобное не избаловали ли мы своих покупателей настолько что они стали у нас как мартышки собственно покупают то что видят глазами оценивают глазами уже вкус и все остальное на втором плане смотрите к пожалуйста вы большинство из вас знает сорт султанина турецкий сорт султанина ну что такое футанин это не очень невзрачная зеленовато золотистая гроздь мелкая ягода ну этот ясно что кишмышный сорт простого вкуса достоинство ее два очевидное то что ранний срок созревания и при этом транспортабельный кишмышный сорт это третье правда достоинство его но тем не менее в турции этот сорт выращивает как основной свой сорт ни много ни мало 60 тысяч фермерских хозяйств но это еще и самое главное самое главное в том что эти фермерские хозяйства объединены в региональные бытовые основы с бытово снабженческой кооперативы и общетурецкий организацию и на разру которая корректирует многие действия фермеров и поэтому у них есть возможность буквально в кратчайший срок собрать одна большую партию однотипного винограда то ли это на морскую баржу и прислать в черноморский порт то ли загрузить десяток рефрижераторов и забросить тоже на более северную страну и этим самым они уже несколько лет очень сильно перебивает всю торговлю в украине с нашими ранними и даже самыми красивыми сортами ягодами попытайтесь вот следующий год поинтересоваться везде где можно как складывается с ценой с покупаемостью со спросом на этот виноград естественно что ты на раду турок покупает наши менеджеры украинские вот почему наши люди султанин увидишь ли берут в огромных количествах смысле выкупают этот простой виноград а у нас не всегда с разноцветным получается в эти сроки это очень важно это говорит о том что нам тоже не надо распыляться на многие сорта а надо быть и организованными таким образом чтобы мы тоже могли создавать крупные партии ну как минимум в рефрижератор дело в том что ну не всегда же украина будет так закупорена в отношении рынка что не на севере не на юг а на запад на два дня только эти имеем возможно два дня торговать а потом же лицензии кончились это все рано или поздно закончится поэтому не спешите корчевать виноградное насаждение потому что уже вот есть сообщение что сорт юпитер который видишь ли скромно выглядит хотя то по вкусу и хороший сорт и ранний сорт и 27 30 градусов устойчивость мороза короче говоря как говорится работать бы доработать этому сорту но вы же корчевать потому что видишь ли на фоне этих разноцветных пестрых наших сортов он не выглядит и покупатели нос воротят от этого сорта раскорчевывать раскорчевать легко но не будем забывать что закладка нового виноградника настоящие не стоит ни много ни мало 60 тысяч долларов 60 тысяч долларов закладка нового этом сам а это все переживется дело в том что рынок прошу прощения вещь капризная например помню со своей практике как одно время при балтийские страны куда мы поставляли немало винограда и они сами проезжали за этим виноградом и сейчас приедут кстати к нам вот видишь ли пошла мода на белый виноград вот вы не под положим только белый виноград и никакой иной частью тогда у нас действительно цветных сортов и не было практически вот поэтому поставляли им белый виноград сейчас я не знаю же какой винограда не хотят но это рынке которыми которым людей про можно приучить наглядное свидетельство тому вот кто из фермера побывал в италии витам италия итальянская винограде виноградере работает я не знаю уже наверное вторую полусотню лет белый сорт практически один у них идет и на экспорт и в стране это мускат италия а красных сортов даже не знаю но ред глоб сейчас появился у них из красных поздних сортов и покупатели привыкли и не ропщут и берут этот виноград без всяких разговоров тут кстати сказать следует вспомнить еще одна вещь и не будем забывать такой фактор как прибыльность винограда короче чтобы фермер после продажи этого винограда что-то имел еще себя для дальнейшего развития для жизни дальнейшей короче говоря снизить себестоимость винограда так вот помните мне что в больших крупных посадках винограда где-то 40 процентов у нас оставалось винограда с нестандартными гроздями которые на упаковку не шел а грузили мы до пяти шести мех секции микс секции вот сюда помнят а кто-то нет это шесть крупных рефрижиаторных вагонов это одна микс секция так вы грузили до 9 микс секции за сезон вот и оставался вот такой виноград такое количество винограда да на микс секцию и как говорится в парадные ящики эти самые которые пойдут в торговлю наверное эти ягоды и не следует загружать но вот в этой той же самой италии очень много винограда собственно снимается весь столовой виноград весь крупные нарядные грозди идут на упаковку и на отправку а все что нестандартно идет на упаковочные линии и там они упаковывают и полукилограммовые аккуратные прозрачные плошки которые идут по демократичной цене идут на внутреннюю торговлю до цена там далеко не самое максимально но этот виноград остался бы вообще пошел на переработку на виной причем на по низкой цене как некачественный виноград для вина а тут он продан по умеренной нормальной цене получены определенные определенные деньги и это явно улучшает вопрос прибыльности винограда у нас это практикует ну по меньшей мере очень очень мало кто практикует задумайтесь пожалуйста над этим вопросом попробуйте а потом уж привыкайте супермаркет и приучайте супермаркет и даже постепенно чтобы они торговали таким расфасованным виноградом по соответствующим ценам только по сортам по сортам если сейчас интересуетесь какими-то сортами то конечно надо думать о будущем не обязательно какой-то шикарный сорта шикарных сортов вернее формы сейчас много имеем не только их иметь а стараться да из морозостойкостью 21 градус таких новых сортов выбирайте сорта которые бы имели хотя бы какую-то заметную дополнительную устойчивость болезнями хотя бы до 25 градусов повышенную морозостойкость потому что укрывать виноград я вам сразу скажу что ориентироваться на сорта винограда которые надо укрывать но честное слово тут вы не получите при всем вашем желании вы тут не получите винограда который бы принес вам прибыль ну представьте себе вот такое укрытие винограда какие нужны тут затраты для того чтобы укрыть этот виноград ну небольшой участок можно укрыть а большие участки укрыть трудно это ложится очень тяжким бременем на себестоимость винограда даже вот такая вот укрывка винограда тоже это здесь даже не механизированного ручная укрывка видно тоже стоит немалые затраты у еж надо укрытие потому что ее надо разукрывать это что же не само собой делается за это надо будет людям и денег платить это все дополнительные затраты поэтому я вам исходя из многолетнего опыта как старый игроном рекомендую обратить внимание на вот такой формировки у кого еще нет вот этот привычный для вас это называется высокоштамбовая молдавская формировка но видите что сразу формируется два штамба и формируется так чтобы эти штамбы два выходили даже ниже уровня почвы формируется два штамбика формируется обыкновенно нормальный куст такой вариант что пролетел сильный мороза вы знаете в феврале буквально две морозные ночи уничтожает сотни гектаров виноградника и у нас над снегом над уровнем снега или над украинным валом основная масса кустов вымерзла до вымезла да это плохо да это большая работа предстоит но это не как бы сказать не трагедия для виноградаря потому что у нас остались укрытые лозы они открываются понимаете просто дернуть конец и не поднимается поднимается под проволоки на них у нас осталось закрытыми от мороза ни много ни мало 20 штук хорошо развитых глазков вы прекрасно понимаете что для столового винограда 20 хорошо развитых глазков могут дать ну 20-19 грозей и грозей таки будем считать по килограмму вот 20 килограмм с куста это уже кое-что короче говоря этот год не пропадает у вас зря вы получаете урожай хотя работает с удалением кустов высохших под морожен подмерзших очень много но если такого не случилось то бы просто обрезаете снова его каждый на два глазочка и снова каждый год для своего душевного спокойствия снова воспитываете две таких лозы до небольшая небольшие хлопоты но зато намного надежнее во всех отношениях так вы тут обратили внимание что два штамба что необычно ничего тут необычного нет это просто сделано для того чтобы задумываться немножко наперед дело в том что заметно что замечено что виноградные штамбы как бы мы и не берегли их от механических повреждений даже если морозом нет ну за 8-10 лет все больше и больше теряет проводимость и это чувствуется уже на кустах что проводимость ухудшилась возникает необходимость замены штамбов представьте себе если вас на посадках на кусты имеет один штамп вы срезали что все урожай этого года потерян у вас уйма при сильных корнях уйма поросли от основания куста с которой очень трудно справиться очень много работы ну и все вы представляете дальше здесь когда вас два штамба вы планомерно вырезаете сначала один штамб остался на одном штамбе на втором штамбе половина куста помню пластические возможности виноградного куста вы на нем получите практически полный урожай потому что корневая система то осталось полностью сохраненной мощной корневой системы ну и естественно от основания пойдут сильные побеги с которых вы можете на замену штамба сформировать а то один а то и два для того чтобы было спокойно когда вы сформировали вторую половину восстановили вторую половину виноградного куста вы можете спокойно вырезать теперь ту половину которая осталась до работы уже больше но потерь таких заметных урожайности и во всем остальном что за этим идет таких не будет теперь об укрывке зимой землей знаете уважаемые коллеги мы с этим вопросом специалисты таврии порешили еще где-то в семьдесят четвертом пятом годах и причем просчитано очень просчитано мы высчитали все если то есть это и так далее и сделали вывод что укрывать землей ну не то что не выгодно это убыточный это явный убыток смотрите затраты например в те годы на 1 гектар винограда на вот это работу землей открывка разукрывка отдувка очистка головы куста и так далее обходились хозяйству не много не мало 7000 полновесных счет советских рублей на каждый гектар 7000 на каждый гектар если пересчитать на нынешний день это 10 тысяч условных единиц 10 тысяч долларов вас они есть эти 10 тысяч долларов или эти 10 тысяч долларов высчитать из всех вашей прибыли так что при да и вот это еще тогда же это было при той смехотворной цене при дешевизе и горючего и сельхотехники так далее и тому подобное причем вот этот дух а это настолько энергоемки и такой изнашивающий для двигателей тракторов процесс что нам приходилось каждую весну после отдувки сдавать двигатели в капитальный ремонт фермер это позволить себе к сожалению не может а если будет позволять вряд ли что какие он будет прибыли иметь после такого винограда так договорились значит кстати сказать вот эта форма который я вам сказал она еще является то что позволяет избегать и работы таких серьезных на работ землей она позволяет иметь всегда гарантию урожая гарантию прибыльности и избавляет от очень большого объема самих земляных работ а главное денежных затрат причем с морозостойкими сортами это может случиться только буквально раз в 20-30 лет это касается тех сортов вот эта формировка что вы можете большинстве наших регионов выращивать и сорта которые с морозостойкостью 23-25 градусов есть еще другие способы существенного снижения себестоимости своих ягод путем последовательного и продуманного перехода на биологическую защиту винограда с его одновременной подкорм по листу особенно по технологии гумиреактора об этом я расскажу подробнее в конце вебинара а сейчас вот не знаю защите растений или говорить или сократиться дело в том что есть такая мечта главная мечта стала совершенно реальной последнее время вы смотрите что квоты например на поставку то всей продукции в ес которыми нас очень завлекали раньше настолько мизерными остались что они эти квоты закрывается буквально за один два три дня торговли но если у нас при наших красивых сортах вот тут уже красота нашего винограда сработает и как я говорил из этой большой гаммы сортов красивые форм красивых все равно выкристаллизуется сорта красивая а если этот виноград еще будет органическим органически чистым то я думаю что не только прибалты к нам будут ехать за виноградом сами уже с и фрижатами но еще из европы будут ехать то что можно выращивать в органическом варианте на виноград я могу сейчас привести пример вот уже запорожье фермеры на небольших площадях ну как то за тысячу квадратных метров теплиц с виноградом он сертифицировал по европейским нормативам когда я сказал что это же дорого это 35 тысяч сразу да еще потом каждый год вот нет я оправдаю это все за один год он сертифицировал по европейским нормативам выращивает виноград без всякой химии и поставляет его в как так называемые клубные магазины это люди у которых денег очень и очень много тоже очень и очень беспокоится кто разумнее беспокоиться о своем здоровье организовали клубные магазины у которых ну собственно старается продавать не имеет только органические продукты питания уже сейчас так вот один из вариантов поставок туда другой вариант поставок это на все четыре стороны наш виноград органическом виде будет идти только так к счастью может быть даже шоу конкурентов наших органических надо еще нет и он не предвидится ближайшее время у нас уже есть возможности этот виноград выращивать так теперь вот это кроме одной формировки покажу сейчас для более северных регионов формировки на примере винограда с никопольского района батюченко серий григорьевич это никопольский район батюченко серий григорьевич смотрите особенности его плантации у него где-то гектар плантации возле дома то что двухрядный винограду от опоры винограда наверняка 1 ряда самая главная фишка здесь в том что у него виноградные кусты даже междурядье винограда приподнято сантиметров на 30 землей кусты посажены внизу кусты формируются виде двухрукавного двухрукавная формировка здесь он показывает это на молодых кустах вот и ничью старше эти кусты вот тут еще старше эти кусты или же какие а вот подготовка какая земле видео у края вот этого возвышения слегка земля отгребается вот всего-навсего слегка отгребается и потом там укрывается укладывается туда виноград он укрыт как той песни как мухи и комара хоронили хоронили близ дороги видно руки видно ноги вес на виду так и виноград здесь но виноград тут ведь находится в затяжку течение всей зимы находится затяжку под укрытием вот этих валов и того и другого это во-первых во-трых чуть какой-то снег где-то снег на участке будет да конечно он будет понижение и он будет укрывать дополнительный виноград по меньшей мере в регионе никопольского района он выращивает все сорта которые он хочет выращивать успешно занимается бизнесом вот это тоже один из вариантов который можно использовать естественно это на больше на небольших участках потому что на больших участках не создашь вот такие вот между ряде повышенная хотя везде следует проявлять инициативу какую-то да что еще несколько слов о ремонте виноградников весной до весной возникает такая возможно не хватит необходимость ремонта выпады куда микрофон все понятно спасибо винограды не утонет отвечая сразу дело в том что есть общий небольшой уклон он это знает прекрасно и уходит уходит вода в сторону и это культивируется уже не первый год и таких проблем ну не возникает так ремонт виноградных кустов нет насаждений если ну куда денется выпады все равно бывает и приходится эти выпады как-то как-то решайте просто этим выпадами столовых виноградниках я предлагаю и мы так практиковали производственных условиях в первый же год на то место где выпал куст сразу делаем воздушный отводок воздушный отводок в ближайшую ближайшую же весну и там бы поскольку виноградный куст особенно столовый куст может нести обычно большую нагрузку даже и требует более просторной посадки то он свободно содержит вот это воздушную отводку и там вы получаете уже первый же год дополнительный урожай а потом и продолжаете уже таким образом что она полностью занимает то место которое занимал раньше выпавший куст дальше решаете сами как быть с ней вы можете не единовременно на всем участке это большая объемная работа а постепенно последовательно планово эти отводки из воздушных переводите полноценной отводки закопанной в землю рукав тот подводите к месту заглубления в канавке в штык глубиной буквально а там опускаете уже в яму полной глубины чтобы корни развивались на стандартном глубине естественно в эти молодые побеги на поверхность земли не быстро укореняется куст быстро восстанавливается если вы или если вы на технических сортах будете ремонтировать там может тоже то точно также делать и если виноградник на хорошей плодородной почве и вытягивает то даже обходится и без подсадки винограда а если под нужно подсаживать и вы решили что нужно подсадить то вы знаете что в старых виноградниках посадить молодые саженец проблематично он не хочет расти никак короче на винограду усталой почве виноград того же сорта вернее по двое где корни того же вида того же вида не хочет расти но никак годами сидит малышом и проку никакого во франции приходилось видеть объяснились мы сначала на пальцах а потом поняли друг друга они делают ремонт тоже приходится им делать ремонт у них виноградники такие с высотой посадки приблизительно как у нас смородину сажают а всего-навсего вот видите 20 сантиметров штамбы и головчатая формировка две лозы по 8 глазков вот это и весь куст у них ремонтировать приходится вот на втором плане виден кустик который защищен двумя колышками с одной и с другой стороны видимо чтобы механически не повредить этот виноградный куст они выкапывают ямку на месте ремонта вот такой видите кусты какой формы все на все и землю с этой ямки разбрасывают на винограднике а вот ямку заполняют землей которая никогда не знала которая никогда не знала винограда короче говоря совершенно свежей землей заполняют и туда высаживают саженец но предварительно это саженец корни а там умеет выращивать сарницы с богатейшей корневой системой жалко было смотреть но обрезает буквально два с половиной сантиметра и сажает но фактически это земле контейнер со свежей почвой с обрезанными корнями виноградник с этих обрезков выпускает очень много молодых корней они в течение двух лет фактически осваивают всю землю в этом контейнере а уже когда подходят границам контейнера со свежей почвой к старой почве не конечно притормаживает рост ну собственно в это время это уже довольно таки крепенький куст который способен перенести вот такое сопротивление винограда усталой почвы да и собственно говоря они здорово и не ими не нужен мощный куст и это вполне достаточно если так уж выпадет вам то таким образом можете применять этот способ для ремонта виноградных насаждений так защита растений защита растений очень объемный материал в это прекрасно знаете и учить вас в этом вопросе я не собираюсь вы чаще всего нету такой необходимости но вот какую ошибку мы допускаем постоянно об этом и не все знают я расскажу причем основываясь на двух этих наиболее популярных наших заболеваниях мильдиоидиум так вы знаете вы знаете не буду повторяться когда производится первое опрыскивание я тоже в свое время учил своих бригадиров агроному что вот когда у тебя в самом таком запущенном месте появится первое пятнышко мильдио вот это момент начала обработки винограда то же самое соидиумом по первым самым первым признакам вот теперь вам скажу что мы начинали защиту и дай начинаем большинство слишком слишком уж поздно дело в том и причем то что поздно то что там причин много еще других например зимующие споры мильдиоу начинают весной пробуждаться уже при температуре плюс 10 градусов плюс 10 градусов вы знаете что это происходит да еще что очень важно что мы пропускаем одну очень важную вещь вот смотрите поврежденные мильдиоу грозди такие бывают а вот лист помните что это совершенно не типичное проявление мильдиоу такие небольшие мелкие пятнышки причем пяточка ограниченные жилками там небольшое вроде бы не сильное спороношение а главное что оно возникает или в неблагоприятные годы или чаще всего уже после уборки уборки винограда или во время уборки винограда заниматься защитой от этого мильдиоу никогда да и вроде бы она не здорово то повреждает листья да и листья уже такие то ли нужны то ли не нужны в этом заключается очень большая ошибка что именно вот эта форма мильдиоу образует те споры которые и уходят на зимовку как раз тот материал который уходит на зимовку и у нас везде разве куда попадет там и зимует и на штамбах и на земле и в земле и даже заделка в землю для нее не является трагедией она приспособилась и в земле эти споры могут жить сохранять свою жизнеспособность до пяти лет как минимум можете представить себе а весной при температуре плюс 10 градусов там уже происходит целый ряд преобразований и в конце концов что появляется так называемая зооспоры это очень легкие образования которые легко переносится и с ветром куда угодно по ветру и с землей с каплями в конце концов они попадают кто-то кто-то попадает и на нижнюю сторону листа попадая на нижние листа зооспоры потому она называется зооспоры что имеет у себя усики как лодочный мотор и может передвигаться в этой капле воды туда куда и надо она ищет ближайшие устицы виноградного листа найдя ближайшие устица она отбрасывает свой двигатель мотор свой отбрасывает и прорастает гаусторией гаусторий прорастает в устица начинает развиваться в пространстве между нижней и верхней поверхности листа ну и конечно при этом уже проникает в клетки виноградного листа она начинает питаться клетками виноградного листа и мы из-за этого клетки теряет хлорофилл свой и мы видим первые пятнышки ну давайте посчитаем вот появление температуры плюс 10 на земле и в воздухе и до первого опрыскивания по мильдии нашего стандартного сколько времени проходит это почти почти месяца тоже больше месяца проходит так вот в это время вот эти зооспоры они ничем не защищены они очень уязвимы в это время их легче всего уничтожить любыми способами химическими и какими вы считаете нужными уничтожить а мы в это время просто ждем первых признаков мильдию мы опаздываем на очень большой срок а главное что пропускаем тот период когда с этими заначкой попросту говоря заболеваний можно бы справиться так по аидиуму вот он красавец наш аидиум это конечно такая форма запущен что дальше уже некуда но дело вот чем мы привыкли что аидиум зимует прежде всего на разрисованных коричьими пятнами однолетних побегах но это очень защищенная грибница которую очень трудно пронять чем-то она готовится специально таким образом зимовки и рассчитывать на нее что мы искореняющим опрыскиванием ее уничтожим это можно понадеяться не больше того потому что искореняющее наше опрыскивание нам собственно толком делать нечем нечем если мы работаем дноком давайте рассудим что такое днок днок собственно говоря он запрещен применению еще в конце 80-х лет тогда и прекратился выпуск но сейчас у нас есть на продается можете представить откуда этот днок это днок из колхозных совхозных складов 100 лет назад уже потерявший свою действенность осталось только вонь и вредоносность от него а мы пытаемся каким-то образом защищать не говоря о том что как мы этим замусориваем свои виноградники все тому подобное это просто не действенный препарат теперь есть профилактические обработки советуют я даже советовал и советую однопроцентным медным купоросом без всякого пока почки закрыты полностью можно работать однопроцентным медным купоросом ну и то это не то а то что железный купорос это просто маркетинговая уловка это просто отходы электролизного производства умелые маркетологи умудрились продавать создали легенду умудрились продавать людям фактически доказано что железный купорос является действенным только в борьбе против американской мужчины старосты на крыжовнике только лишь больше доказательств никаких нет теперь а где же зимует откуда же появляется у нас аидиум вы многие знаете что появляется он зимует приспособился зимоваться внутри глазка виноградного растения внутри глазка там под надежным прикрытием он защищен и от погодных катаклизмов и от всяких наших химикатов но как только глазок начинает распускаться в это время и начинает действовать вернее не действовать а проявляет свою средняя деятельность и гребница зимующего мицелия аидиума в виде тончайших серебристых таких ниточек она ползет вслед за распускающимся виноградным побегом и вот здесь мы считаем что это пушок молодого винограда и так далее он среди этого пушка половина нити нитей аидиума он еще не повреждает ничего он только готовится повреждать опрыснуть чем-то уничтожить эти нити да они очень уязвимы в этот момент эти нити очень уязвимы ну во первых что мы не знаем что они там есть большинство не знаем что это видим там обосновывается а с другой одну как вот такую нежность такую красоту каким химикатом опрыснешь без опаски что ты его сожжешь или что-то в этом роде короче говоря вот представьте себе да и теперь представьте когда появится мы заметим первые пятнышки или такие блестящие на поверхности листа виноградного или уже более развитые идиум мы даже будем самые первые такие чему нас учили блестящие пятнышки на поверхности листа это лист должен быть уже нормально развитый сколько дней проходит опять-таки целый месяц и опять-таки мы этот месяц тогда когда это грибница очень уязвима для любых и химикатов и всего другого мы этот месяц пропускаем а потом начинаем героически бороться с появившимся уже болезнями собственно точно так как и нас наша медицина лечит когда уже заболел тогда начинает лечить и 5 лечит только симптомы так вот действительно боязно такой и обрабатывать какой же выход из положения вам могут посоветовать и много других выходов из положения даже вам от порекомендую вот эти две книги это лучшее что сейчас есть вот буквально прошлом году сингента выпустила атлас болезни и вредителей винограда кто не пропускал семинары этой фирмы мог получить его этот атлас в подарок что могу сказать как специалист это один одно из лучших изданий тут биология вредителей и болезни изложено отлично причем уже изложено исходя из современных воззрений из того что к чему пришли лучшему в виноградности сейчас очень хорошо изложено и болезни и вредители очень много цветных фотографий благодаря которым вы легко определите и болезни вредителя и правильно определите но но все меры борьбы все схемы борьбы и так далее то ли с применением только препаратов фирмы семьи продолжаем поэтому вот это справочник по защите винограда института таирова ну я не знаю его наверное сейчас можно приобрести обратившись в отдел защиты института таирова ну стоит позаботиться потому что это очень хорошее пособие мне самому просто прислал один из благодарных читателей моих статей я не могу вам сожалению подсказать где его можно сейчас приобрести но вот это лучшее что сейчас есть современные есть хорошие старые конечно издания ну они не сопоставимы по качеству не то что по качеству по наличию цветных снимков и так далее и тому подобное не говоря о том что средства защиты растения уже совершенно совершенно не те уже их таких средств защиты растений нет так так а чем же защищать нам таком случае виноград и главное чтобы виноград это был нам прибыльный я например рекомендую имея на то основание потому что же испытана в течение ну уже четырех лет например испытана люди приобретали этот препарат и он испытывался так и потом приобретали я прошу в конце сезона позвоните сообщите или покритиковать или подсказать что-то по препарату здоровый урожай вот сообщение были одни ну прямо нужно можно сказать восторженные были сообщение сработало ночью и хорошо вот на одном можете себе представить это вместо как это техническое название мы потом назвали здоровый урожай что такое более вы искать его магазинах пожалуйста не обращайте искать массив массив базили сразу прекратили его отпускать и ни одного у нас нету этого промежуточного продавца и тому подобное продается только непосредственно поставляется с места производства это фермерское хозяйство эдельвейска ховского района только там потому что если дать магазин и как в любыми этим промежуточным продавцам это обязательно добавят цену мы уже не знаем какое его качество будет после всего этого а фальсификация сейчас исключительно если официально известно что не менее 50 процентов препаратов защиты растений фальсифицируется те это официально практически 85 процентов фальсифицируется если даже поставки фирменные поставки это 30 процентов фальсифицируется можете представить что попадает к вам на виноградники и вы ждете из них результата поэтому тут как говорится не выпускаем это совершенно из рук что это такое это фактически лучшее что есть биологической защите растений вот смотрите схема защиты вот эта схема защиты института имени таирова они защищали виноград смотрите препаратами рядом биофабрика иризоплан битоксибацилин знакомые вам эти биопрепараты причем работали буквально через 20 дней через и больше вот тут неизвестно какой год был но тем не менее получили сообщают что получили хороший урожай винограда чистого винограда с высоким качеством то высоким товарным качеством в нашем же препарате да что видите тут уже от два препарата объединяет не приходит к выводу пришли к выводу такому что результативность значительно выше есть у соседей есть наработки что три препарата да собственно у нас бту-центр тоже уже как открытие демонстрирую что три препарата в них биологических есть в их препарате не за до четырех еще не дошло ну так получилось что мы ушли пока вперед значительно в этом вопросе у нас работает очень препарате у нас работает очень дружная семья где никто не конкурирует не за жизненное пространство не за питание микроорганизмов которые кстати сказать все свое время вышли из почвы из почвы и они очень хорошо сотрудничают в том смысле что например отходы одних микроорганизмов является пищей для других короче пищевые цепочки складываются никто не важно еще то что это препарат не только универсальный препарат для защиты от большинства вредителей болезней которые нас донимают но он является еще всесторонний всесторонне питательным веществом который напрямую используется в листовых подкормках и выдает растению подкармливаемым все то что ему нужно макро микроэлементы в естественных и латируемой форме мало того та часть препарата который падает на землю эти все микроорганизмы попадает в родную стихию есть и земля влажная они начинают усиленно размножаться и в земле творят чудеса мне поначалу применения испытатели звонили что иванович откуда оно откуда что взялось почему она прет как сумасшедшая очень просто если вы используете старые почвы да и вообще вы прекрасно знаете что внося минеральное удобрение в почву растение за первый сезон использовать лучшем случае половину того что вы внесли остальная половина переходит то что дело в том что целая группа микроорганизмов этого препарата попавшие в почву вот эти малодоступные и недоступные формы прежде всего калия фосфора мяч на азота превращает в доступные а запасов калия фосфора в наших почвах большинстве ну очень очень большие запасы не говоря о том что их может из более глубоких горизонту поднимать ближе корни в корне обитаемом горизонту и вот бактерии превращая таким вот образом обеспечивают и большие количество минеральных элементов питания кроме того в составе препарата есть микроорганизмы которые напрямую усваивают из воздуха атмосферный азот превращая его в доступный для растений причем в количествах очень ощутимых если эквивалент сравнивать с аммиачьей селитры например то это эквивалентно внесению 200-250 килограммов аммиачьей селитры на гектар это только за один сезон причем все эти работы по отвечу отвечу наталья киска вижу ваш вопрос отвечу в следствии вся эта работа имеет накопительный кумулятивный характер короче с каждым годом работы это все это усиливается увеличивается и так далее и тому подобное все это происходит в устройстве которое называли мы гуми реактор запишите это слово запомните это слово и тут то что я вам скажу это одно вы пожалуйста пройдите вот это слово гуми реактор гуми реактор это поисковое слово на который очень легко отзывается поисковики выводят на мой консультативный сайт заходите пожалуйста на сайт там очень много и по виноградарству и по другим культурам и по органическому земледелию это сайт создан именно для того чтобы помочь нашим аграриям что такое гуми реактор он может быть очень разный ну вот например один гуми реактор родного хозяйства бериславского района это 9 кубометровый гуми реактор вот всякие сорняки которые есть хозяйстве всю зелень там земляники и так далее вот сюда собирается в реакторе тут обеспечивается микроорганизмами вот этим набором микроорганизма поливается периодически и вот это все перерабатывается и опускается ну заметно чуть ли на глазах каждый день летний день вот это вся масса опускается на 10-15 сантиметров это с такой интенсивностью перерабатывается вот это органическая масса которая есть там но тонкости и много сложностей но если есть руках технология то это все осуществимо чего мы добивались ну самом глухом хозяйстве глухом селе силами одного мужчины можно создать его за один за один день буквально за один день это даже гуми реактор вот смотрите это как раз меня сфотографировал какой размере тут излишне немножко высота можно значительно ниже даже метровой высоты вполне достаточно тут сборочная это приямок здесь сборочная емкость а дальше уже пошло и по корням и под корень этим препаратом и подают поливные линии под корень осуществляется одновременно и полив и подкормка а главное то что вы в землю даете вот эту очень результативную компанию микроорганизмов которые ну буквально реанимирует старые почвы тепличники удивлялись что возле трубок где подавали этот препарат земля буквально за неделю другую вспухает земля ну а у кого есть еще животное там тоже отдельный разговор очень много интересной работы с ним с этим препаратом что он превращает буквально дезодорирует его буквально за считанные дни а потом превращает этот навоз в такой перегной который пользуется спросом и у грибников и кто приготавливает почвосмеси для рассады и так далее то подобно теплицам отдельный разговор и если будет на то ваши просьбы и решение то мы можем провести дополнительные семинары так так на сайт я еще раз повторяю битроскорик просто задавайте поисковое слово гумиреактор гумиреактор да этот препарат это концентрат дело в том что для корневых подкормок он используется в однопроцентной концентрации но сейчас мы исследование продолжаем и оказалось что полупроцентная концентрация при воздействии на корни дает ну взрывообразный эффект для развития корней это тепличник именно заметили подымает и вижу продолжаем дальше это одна сторона делу да тут спрашивают где что чего как пожалуйста заходите по этой по этому поисковому слову на страничку гумиреактор читайте внимательно продумываючи считающие донизу до конца все там будет ясно потом там будут обязательно голубые ссылки на сам продукт что он себя представляет на статьи которые с этим взаимосвязаны и сначала изучите внимательно а потом там есть и ссылками электронная почта телефон есть пожалуйста тогда уже связываемся в рабочем порядке мне каждый день звонят отовсюду сейчас вот перед семинаром не звонили и украинские из из сумм звонили звонили мне из феодосии как не интересно что хочу сказать шлите свои пожелания если будет ваше желание желание время решения организации то мы можем еще провести несколько вебинаров ну конечно я думаю что с техникой все таки наладим будет лучше чем это чем сейчас да 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 вот это такому отвечаю валерий абаджиеву нет это не валерий абаджиев 100 что же это пишет а микола подубский да вот эта ссылка на мой родной сайт ссылка на мой родной сайт так пожалуйста пишите мне на электронную почту с сайта пишите на мой электронную почту я материалы эти материалы семинара есть в электронном виде я вам сброшу на электронную почту нет проблемы